Портал «Мы родом и самбо», который создан по инициативе Владимира Геннадьевича и Япринцева, он больше все-таки является ресурсом не сколько о спорте самом, а сколько об эпохе, о людях, об их поступках. И поэтому у нас такая появилась мысль, вообще сегодня я много задавал вопросов, у нас вообще появилась мысль создать на портале такую рубрику, которая бы рассказывала не сколько о спортивных достижениях, а сколько о том, какая же жизнь многогранна и как живет спортсмен вне спорта с точки зрения денег. И что делать действующему профессиональному спортсмену сегодня, чтобы обеспечить свою будущую безмятежную жизнь не только сегодняшнюю, потому что сегодняшняя это по сути дела у него как у одинокого волка, она может быть не особенно затратная, но в будущем у него будет семья, в будущем он поймет ответственность за людей, которые с ним, это могут быть родители, братья, сестры и так далее. Вот каким образом он должен обеспечить, при том, что спорт безжалостен, и вы это знаете не понаслышке, при том, что больших, каких-то бесконечных преференций с самбистом нет. Мы это с вами уже говорили по поводу того, что самбо все же сильный, но к сожалению бедный вид спорта. И что он по-вашему, вот с вашим опытом уже имеющимся должен делать, чтобы все-таки позаботиться о так называемых сумерках при свете дня, чтобы он не встретил будущую свою, не побоюсь этого слова, пенсию, как социальный иждивенец, а чтобы он встретил достойно и сказал, я сегодня не в самбо, но тем не менее 10 или 12 лет занятия этим видом спорта позволило мне сформировать не только стержень, не только мощь, не только какую-то основу, но еще и меня оставило с деньгами. Что по-вашему? Ну, да, к сожалению, самбо это не тот вид спорта, который делает нас финансово богатым, но я хочу сказать, что много еще зависит от нас самих. Конечно, надо учиться, надо обязательно получить образование, потому что, ну, есть же такая подоворка, что не каждый знаменитый спортсмен становится знаменитым тренером. Ну, казалось бы, уже профессия есть, но она тоже требует и образование требует, и знание требует. То есть, хочешь, если дальше пойти по спортивной стадии тренером, надо бы все равно институт закончить. Конечно, это, наверное, сложно сделать, если человек в сборной, постоянно находится, сейчас очень много на соревнованиях, смотрю календарь. Ну, однако же, вот чтобы потом не оказаться во мраке после окончания спортивной карьеры, надо об этом и самому думать. Да, самбо не имеет спонсоров, не просто богатых спонсоров, вот такие вещи, как чемпионат мира, они появляются, помогают провести. Вот как действительно... Но это исключительно просто, чтобы организовать. Никто не заботится о том, чтобы спортсмен ушел отсюда с деньгами или еще обеспеченным вообще в будущем. Я не знаю сейчас, какие призовые, вот официально, сколько чемпионами и рапризеры получат, какие-то деньги получат. Ну вот, во времена СССР спортсменам вне очереди я сам получил квартиру. А больше все остальное меня кормила, моя работа. Пока учился в школе, начал тренироваться, поступил в институт политехнический, после учебы тренировался. То есть я как-то вот совмещал все-таки. А у вас сейчас действующая работа или вы сейчас пенсионер, вы получаете пенсию? Нет, я пенсионер. А какая есть линия секрета? Сейчас, сейчас я вам расскажу. Нет, все нормально. Я 40 лет работал в вычислительном центре Кумбинской железной дороги. Это на каждой железной дороге существует свои дорожные вычислительные центры. Вот я в отделе программирования начинал после института и спортом занимался после работы. Потому что у меня другого источника не было. Семью уж кормить надо. И я совмещал. Ну, многие, многие только занимались спортом. Потом, после окончания, ушли тренироваться. Ну, все тренироваться не могут стать. Ну, вот, надо, конечно, поддерживать. У меня поэтому и стаж. Я еще в институте пока учился. Почти свеком тренером работал стипендии. Ну, все поездки на соревнования государства оплачивал, оформился, отжал. Все это было бесплатно. Сейчас, конечно, что-то выделяют на самбо, на очень маленькие деньги по сравнению с... А про себя можете сказать? Вот именно сейчас, вот как вы, сейчас вы не ездите, не выступаете за сборную. Вы сейчас живете только на то, что... Либо вы сумели сохранить, либо вы получаете в качестве ренты, пенсии. Пенсию. 18 тысяч долларов. Это заработанное не за спорт, а за... За 46 лет. Нет. Спортивной пенсии нет. Был указ президента всем чемпионам мира и олимпийских игр. Спортивная пенсия должна выплачиваться. Но мы не олимпийский вид, мы не объяснили. И саммельством пенсии таки не платят. Все же с точки зрения той пенсии, которая сегодня у вас, 18 тысяч, она достаточна с учетом 40 лет стажа профессионального и так далее? 46. 46 на всякий случай, да. Да нет, конечно, потому что сейчас вот достают всякие болячки, приходится... Непредвиденные. Ну да, у нас же к врачу, если в государственную клинику попаду, он тебе выписывает рецептики, идешь, это лекарство стоит 1300, это еще, 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 это надо пить месяц. Это до конца дней своих. Да, да. Это уже интересно. А эти болячки, они с вами, говорят, теперь по жизни будут ходить, поэтому много уходит. Скажите, а вот, я извиняюсь, что я вас перебиваю, а скажите, а вот сегодня немножко ситуация другая. Сегодня спортсмены являются более активными добытчиками, у них есть и другие источники. На ваш взгляд, есть ли какая-то, ну, отличительная черта, если они будут жить той же жизнью, которой жили вы, ну, вы жили в советское время активно, естественно, у нас было понимание того, что государство о нас позаботится, ну, по крайней мере, нам так казалось или хотелось нам, чтобы казалось. Вот, мы не учитывали те нюансы. Вот сейчас вы можете что-то спортсменам сегодняшним профессиональным сказать, вот, они сегодня получают определенный доход. Он большой, небольшой, ну, он у них постоянный, у них есть профессиональные зарплаты, плюс призовые, плюс еще какие-то деньги. Вот, как бы вы им посоветовали поступать именно с этими деньгами, с учетом того, что их сумерки, так называемые, не обойдут, но в любом случае время настанет, когда они перестанут бороться, когда они перестанут работать, так или иначе это произойдет по разным причинам, в том числе физиологическим. Вот, что бы вы им посоветовали, как поступать именно с деньгами? Мы сейчас говорим про жизнь вне спорта и про то, каким образом спортсмен должен сегодня поступать, чтобы в будущем он поделился своим опытом и сказал, я вот так поступал, у меня была пенсия вот такая. Ну, честно говоря, хотелось бы, чтобы пенсия спортсменов начислялась со всех официальных, неофициальных доходов, тогда она, наверное, будет побольше. А если ему, как спонсора, ну, как в конвертике отдают с этих конвертиков, пенсии же не будет. А что вы думаете по поводу того, чтобы он самостоятельно что-то предпринимал без надежды на кого-то? Ведь он держит, через него проходит что-то. Можете ему посоветовать, как ему поступать? Ведь в распоряжении его есть деньги живые, и он вправе поступать, либо все потратить. Честно говоря, я советчик здесь, наверное, не очень хороший, поскольку я кроме своей работы, и после работы спортом ничего не делал, потому что я знал, что я получу пенсию. Сейчас в другие времена система начисления пенсии изменилась. И меняется постоянно. И, конечно, вот единственное, что надо человеку где-то числиться. Хорошо, если спорткомитет засчитывает, платит официальную стипендию, она идет в стаж в рабочий. И мне кажется, пока законодательно не будет, что спонсорство официально, оно у нас узаконено, нет? Спонсорские деньги облагаются налогом? Нет. Ну, вот, наверное, вот это пока государство не сделает, а может, уже и есть в России, это что, если спонсор поддерживает спортсмена, эти деньги не облагаются налогом, ну, как, наверное, в других странах. Я затрудняюсь дать совет, поскольку никогда не занимался коммерцией. Вот было слово пенсия, то, что она мне будет, и все. Она будет, причем... О размере не задумывались, о том, что будут болячки, не задумывались, о том, что придется... Нет, 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 и не так это все болело лет 20 назад, честно говоря. Это сейчас они почему-то начинают болеть постоянно. Нет, не задумывались, потому что, ну, у меня родители были живы, они пенсию получали, и по тем временам хватало. У мамы пенсия была, как у меня, квад инженера. 115-125 рублей, что-то вот так. По тем ценам хватало. Не было, конечно, не такого изобилия, как сейчас, зато все мы. Надо думать о будущем. Ну, мы же беззаботные. Пока вот борюсь, борюсь, что мне хватает, хватает. Наверное, такая психология, что у нас живет. А хотя это все быстро проходит, проходит удача, молодость и начинается серые будни. Ну, вот, конечно. Которых, как я говорю, лучше позаботиться, присесть и дни. Конечно, конечно, хорошо, если вот у тебя останутся много друзей. Обычно, когда застолье много друзей, а когда, не дай Бог, когда приходит, и некому поддержать. Поэтому, я говорю, конечно, ребятам надо думать сразу. Повзрослели уже, уже на ковре вы не маленькие, вы уже научились сами выигрывать. Учитесь отвечать за себя и за будущих. Да, и, а там еще сложнее будет, ты на ковре можешь победить. Жизнь-то вот так просто. Отлично. Хорошо, спасибо большое, Алексей Александрович, за откровенный разговор. Спасибо. Спасибо. Спасибо.